Всем привет! С вами компания Стройфрост и я Игорь Костенко. Сегодня я приехал к нам на производственную базу, чтобы показать как мы изготавливаем каркасы для наших гаражей из сэндвич панелей. На улице сентябрь месяц и погода становится все хуже и хуже с каждым днем. Но несмотря на это мы продолжаем строить наши гаражи в большом количестве и сегодня я покажу как нам это удается. Итак, погнали! Вот так выглядят и хранятся профильные трубы, из которых мы изготавливаем наши каркасы и хранятся они под открытым небом неспроста. Дело в том, что когда изготавливают профильные трубы на заводе, на них наносят защитный очень жирный слой. Какие только спецсредства мы не применяли для того, чтобы этот слой смыть. Но совершенно случайно обнаружили такую лайфхак, что если трубу оставить под дождем, она со временем покроется ржавчиной и этот слой смоется. А ржавчину очень легко зачистить, обезжирить и уже наносить защитное покрытие. Покажу дальше как это будет происходить. Так выглядит наш небольшой склад, на котором мы храним расходные материалы для строительства гаражей. Вот здесь хранятся двери, комплектующие для секционных ворот. Вот сами ворота. Так, что здесь еще? Генераторы, которые позволяют нам практически в полях строить гаражи. Гидроизоляция. Кто не видел ролик, как мы наносим наплавляемую гидроизоляцию под наши каркасы. Ссылка будет вверху, посмотрите. Здесь комплектующие для водосточной системы и вот в этом небольшом помещении расположены крепежный элемент. Давайте заглянем в склад. Здесь, конечно, сразу скажу, что все очень-очень захламлено, но тем не менее покажу, что здесь находится. Всевозможные саморезы для крепления сэндвича, цветные, вот тут электроды, пена, силикон, уплотнительная лента, мусорные пакеты, отрезные диски, перчатки. Короче, все-все-все необходимое, порядка 25 позиций уходит на строительство одного гаража. Все это хранится в этом небольшом складе. А вот так выглядит малярный цех. Здесь стоят козлики, на которых профильные трубы красятся и на полу много-много краски. Вот это помещение, оно теплое и позволяет красить круглый год без нарушения технологии. Вид, конечно, у этого малярного цеха такой, немного постапокалиптический. Рабочее место маляра. Тут, конечно, эстетика просто зашкаливает. Респираторы, какие-то чертежи. Все это здесь на своих местах. Ветошь. А это краска, которой мы красим каркасы. Много краски, очень много краски. Это сначала нанесен грунт, потом будет наноситься защитное покрытие. Так выглядит склад готовой продукции. Здесь уже все упаковано и готово к отгрузке. Процесс погрузки пошел. Вот здесь тоже часть каркаса. Один каркас мы уже загрузили. Вот осталось небольшие остатки на другой горах. Здесь очень-очень шумно. Не знаю, слышно меня или нет, но вот тут происходит сварка ферм. Здесь кондуктор собран на столе и свариваются фермы. А там идет зачистка, резка, сварка. Ой-ой-ой. Вот так работает лентопил. Подается специальная белая эмульсия и труба режется с помощью специальной пилы. Фух, все, я вышел из цеха. Там очень-очень шумно. В ушах до сих пор звенит, но ничего не поделаешь. Такой техпроцесс. Давайте подытожим. Я вам показал, что есть склад профильных труб под открытым небом, где трубы как бы моются. Такая технология реально классно работает. Есть сварной цех, где все это режется, зачищается. Есть малярный цех, где все это обезжиривается, красится по технологии. И есть склад готовой продукции, где все это сохнет и ждет своего часа. А также есть еще склад всех расходных материалов, на котором хранится все необходимое для строительства гаражей. В общем, все это позволяет нам строить наши гаражи круглый год, независимо от погодных условий. В общем, на сегодня все. Я вам провел небольшую экскурсию по производству, поэтому не прощаемся. До новых встреч. Пока-пока.